Когда-то на этом месте в Политехе планировали построить типографию. Однако выпуск печатных изданий в цифровую эпоху не настолько актуален, как решение проблемы дефицита кадров. В итоге появится учебная лаборатория со станками, на которых студентов из колледжа будут обучать профессии ремонтника. Вообще подготовка ремонтников технологического оборудования, к сожалению, в Алтайском крае нет, да и, наверное, в Сибири нет. Поэтому это была острая необходимость или острая такая задача, которую нам поставили наши производственники. Производственники же и поддержали проект. 28 миллионов рублей выделили заводы Края на его реализацию в университете. Еще 100 миллионов ВУЗ получит от государства по программе профессионалитет. И еще эти деньги пойдут на ремонт целого этажа с кабинетами. Это все будет у нас как раз в лаборатории, связанные с профессионалитетом. Здесь их много будет. Сущность у них примерно одна и та же. Это IT-лаборатории, но они будут немножко разные. Например, будет лаборатория разработка программных средств, лаборатория работы сети, лаборатория работы с сервером, лаборатория защиты информации. Работать студенты будут по программам, которые сейчас формируют под нужды заводов. Более того, промышленники заключают договоры с ВУЗом для создания мест по целевому обучению. Это позволит гарантированно, как минимум на несколько лет, предприятиям пополнять штат молодыми специалистами, а абитуриентам получать образование бесплатно. До сентября политех и заводы подпишут около сотни таких договоров. Осенью же в университете должны завершить строительство нескольких десятков новых лабораторий. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!